Последние медали Кубка Олимпийской чемпионки по биатлону Анны Багалей вручены. В выходные прошли финальные эстафеты. Вероника Иванова посетила последний этап Кубка. На огневом рубеже юные спортсмены пристреливаются под чутким руководством тренеров. Наставники проверяют винтовку, чтобы подопечные были самыми быстрыми и меткими в эстафете. Это очень важное соревнование, так как практически не проводят соревнования для маленьких. Это для них своего рода праздник. Поэтому это очень значительное соревнование. Считают, что их нужно продолжать. Лучшая тренировка – это соревнование. Перед заключительным этапом Кубка Анны Багалей, перед основным забегом – разминка. К последнему рывку готовят со всей семьей. На пустыне, чтобы не волновалась, стреляла хорошо. Бегает хорошо. Стрельба маленькая в подводе. Смешанную эстафету бегут вчетвером – по две девочки и по два мальчика. Каждому нужно преодолеть минимум километр. В конце круга стрельба по мишени – штрафная дистанция. Собой я доволен. Я хорошо пробежала, показала лучший результат. Хотя я держу винтовку всего 10 дней. На соревнованиях выступили более 500 юных спортсменов из 30 городов России. Через несколько лет, возможно, именно они будут отстаивать честь страны на профессиональных соревнованиях. Имея таких наставников, с которыми вы работаете, имея такие традиции российского биатлона, я уверен, что при желании у вас все получится, и вы подниметесь на самые высокие олимпийские пьедесталы. Новосибирцы взошли на пьедестал не раз. Но пока юные биатлонисты Алтая на шаг впереди. И кто все же будет первым в этой гонке, станет понятно только на летнем этапе Кубка. Вероника Иванова, Данил Смирнов. Новосибирские новости.